Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Мы будем начинать наше служение, и как всегда, вначале мы давайте обратимся к Господу и попросим Его благословения, совершим молитву. Отец наш Небесный, сердечная Тебе благодарность за то, что Ты позволил нам во второй раз в этот день прийти в Твой дом, и что сегодня мы вновь можем собраться единой семьей пред лицом Твоим святым. Господи, слава Тебе! Слава Тебе за это прекрасное и благодатное время, которое мы имеем. Любящий пастырь, мы хотим иметь благословение от Тебя на этом собрании. Благослови хор поющий, благослови участие, которое будет, братья и сестер, благослови, Господи, слово Твое, которое будет звучать. Да будет милость Твоя над нами в этот час вечерний. Мы все веряем в Твои пастырские святые руки. Господи, может быть, между нами есть те, кто еще не в мире с Тобой. Ты благослови и таковые сердца, касайся их Духом Святым, и если Тебе угодно, даруй хотя бы некоторым покаяние. Все это служение мы придаем Тебе и просим милости Твоей. Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Вечным, святым лицом, призри на нас, призри с небес Господь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Приветствую вас, братья и сестры. И сердечная благодарность за все поддержки, за молитвы, за материальные благословения, которыми вы благословили эту поездку. Нас, народ Божий и лагерь состоялся. Слава Богу. Вот, немножечко будет, буквально несколько слайдов, несколько видеоклипов, видеороликов коротеньких. Хочу, чтобы мы вместе с вами побыли в Израиле и побыли там, где были мы. Вот, так, чтобы вы ощутили и почувствовали. Итак, с 14 по 22 июля был этот лагерь. Лагерь 2010 года. Называется он у нас Авив, как вы уже знаете, наверное. И Авив значит весна. Вот весна, как начало жизни, как возрождение. Вот такой мы символ дали этому лагерю. И здесь вы видите, он на фоне, этот кадр на фоне Иерусалима. Кстати, можно там свет выключить, вот хотя бы вот здесь который. Во, так виднее, нет? Может быть весна. Ну ладно, еще пока не сильно темно в зале. Главное, над хором, чтобы не было света. Вот. 14 июля был заезд. Сейчас мы коротко пройдем по тем местам, где мы были, а потом о самом лагере. Потому что главное в лагере это были библейские уроки. Это было изучение книги пророка Даниила. Вот мы там немножечко остановимся потом. А сейчас вот вы можете побыть в этой, скажем так, в этом классе, где проходили все наши собрания, почти все, и наши библейские уроки. Вот здесь сейчас заезд, первое собрание. В основном знакомиться не приходилось, потому что все мы уже там были знакомы. Большинство присутствующих из молодежи, это были те, которые уже бывали в лагерях. Что было нового в этом лагере, так это, что в него были приглашены семейные. И это была моя инициатива, чтобы семьи были, чтобы были мужья и жены с детьми. И здесь 9 пар было, 9 семейных пар из Хайфы. В начале собрания, на самом первом собрании, Вениамин Пинкевич, наш руководитель, директор миссии Эль-Шалом, он же и пастор церкви, он же и руководитель студии Мифар, если кто знает. Вот, он сказал проповедь на тему «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Псалом 63 стих. Вот вы здесь видите, это подъем на Елеонской горе. Вот, на самом деле, это очень крутой подъем. Там трудно идти туда, трудно заезжать машинам. Вот, это мы там поднимаемся на вершину Елеонской горы. Так, а вот этот самый Вениамин проповедует на этот Псалом. Одна мысль, которая потом прошла через весь лагерь. Нам нужно покорять высоты. Высоты там, где мы еще не были, те, на которых мы еще не были. Их нужно достигать. И это высоты, на которые сами мы не в силах подняться. Вот именно их нужно покорять. И как их покорять? Только если Господь возведет. «Господи, возведи меня на скалу». У нас есть много скал, которые мы еще не осилили. С Божьей помощью будем их покорять. И знаете, через весь лагерь проходила эта мысль. Вот как мы изучали книгу пророка Даниила. Говорили о разных аспектах. И вот постоянно анализировали, не это ли высота, которая еще для меня была непостижимая. Может быть, пришло время ее туда подняться. Так, это было в четверг был заезд в лагеря, пятница, суббота. И вот в субботу утром было крещение. Крещение на Иордане. Два брата из Америки и два брата из Хайфы, из Израиля, принимали крещение. Вот здесь вы видите, вот брат местный Виталий, вот Вениамина Бенкевича сын Давид, вот брат Денис из Хайфы, и вот брат Павел из Америки, из Теннесси. Так, здесь мы идем дальше. Это, вот видите, как там на крещении. Вот такие вот места оборудованы, вот эти ступеньки перед речкой. Видите, немноголюдно, совсем не тысячу человек там присутствует. Однако по-своему торжественно, потому что это в Иордане. Это уникально. Вот это или весь, или почти весь хайфский хор там. Видите, как все немногочислено, какие церкви. Ну там церкви вот. И Хайфи это еще большая церковь считается. Там, если я не ошибаюсь, сейчас 110 членов церкви. Так, вот здесь Вениамин дает наставление крещаемым. Вот братья этого, это Вениамин, вот вы его знаете, да? А это Владимир Александрович Горянов, пастор хайской церкви. Вот они молятся о благословении в воде. И дальше будет крещение. Вот здесь пару слайдов буквально. Так, и вот дальше поздравления. Если там можно будет сделать, чтобы он играл. Вот эта сестра его поздравляет, его Аня, сестра. Это Пелькевича дети, у него шестеро, и все они в лагере всегда были. Хочу, чтобы мы услышали. После этого сейчас будет Вениамин говорить, и он что-то интересное скажет. Братья, всех вас сердечно поздравляем с крещением. Это не Вениамин еще, это я. И да благословит вас Бог быть верным и до конца. Как Даниил, пророк. Видео не обработано, видите, не издано, поэтому... Ну уж извините, это все так на скорую руку. Это мама поздравляет, сына. Здесь надо будет звук сделать максимально громко, потому что он тихо говорит. Ничего не понятно, да? Я перескажу, что он хотел сказать. Он там говорил, что ровно 10 лет назад, в 2000 году, 17 июля, была Вениамину сделана в Иерусалиме операция, когда ему удалили весь толстый кишечник. Операция сложнейшая, и, в общем-то, процент выживаемости ноль. Одна потом медсестра ему сказала, что мы уже в журнале записали, что ты умер. Осталось поставить дату и время. Вот. Бог его спас. Он живет, и он каждый год теперь проводит лагеря в Израиле. И не только лагеря, и семейные конференции. И он ездит и служит в хайской церкви, там братьям помогает, в руководстве, в душепопечении очень помогает. И вот 10 лет спустя, на эту дату, принимал его сын к крещению в Иордане. Вот это памятно, памятно вот так, оно так, знаете, трогательно. И более того, это 17 июля было крещение, а 15 июля у него был день рождения. Вот. Ему 43 года исполнилось. Вот так Бог благословил. Годы идут, здоровье есть. Да, трудно ему жить с таким здоровьем, но на это, на все служение Бог дает сил. Сколько Бог дает, столько делает. Вот. Дальше после крещения, как вы видите, в хайфе было собрание, было, значит, совершено служение, совершено служение с возложением рук над крещенными. Потом вечеря Господня была приводна всей церкви. И еще хочу, чтобы мы побыли чуть-чуть в хайфе в собрании. Вот. Сейчас там будут песни петь, можно пару секунд прослушать. Вот. Обратите внимание, слева. Это местная сестра хайфская. Это Венемина, дочка, Милея. А это хайфский холд. Венемина, дочка, Милея. Силы, дочка, Милея. Силы, дочка, Милея. Силы, дочка, Милея. Идем дальше. Дальше. После крещения, значит, после собрания в Хайфе мы вернулись домой в лагерь. Лагерь возле Иерусалима проходил в посёлке Ядашмана. Это примерно два часа ехать от Хайфы. Вот там было поздравительное собрание для крещённых. Там была вот программа такая, что все вставали, кто уже принимал крещение, говорили, или не все, или почти все, говорили, когда я принимал крещение, что я испытывал, какие ощущения были, какие воспоминания остались, и пожелания крещённым. Вот так этот вечер прошёл. И теперь я бы хотел, чтобы вы узнали, видели, как растут люди вот здесь. Останови пока. Здесь вот эти братья, которые сейчас будут играть виртуозно, они, в общем-то, выросли в этих лагерях. И нужно сказать, что Бог благословляет. И видно плоды. Не только в том, что музыку хорошо играют, а самое большее в Слове Божьем люди растут. И набираются навыков. И у меня здесь есть отзывы. Может быть, потом, если останется время, прочитаю несколько из них. А сейчас послушайте, как играют местные ребята. Этому маленькому брату, как думаете, сколько лет? Вот, 13, в 8-м классе он. А это сына, сына, сына Вениамина. А теперь вот, 15, в 8-м классе он. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видите, что написано? Константин не спи за электроникой Этого маленького трубача зовут Илья Петров Можно идти дальше Хочу немножко сказать об этом трубаче маленьком Его зовут Илья Петров Помните, в прошлом году я вам рассказывал об одной семье В которой сын неблагополучный Вот он преступный такой образ жизни ведет Так вот это семья Это его старший брат Денис Вот он сейчас в тюрьме сидит Ему 16 лет И он значит в тюрьме за многочисленные разбой и грабежи Вот в шайке В шайке участвует там И там где он в тех кругах вращается Там авторитетно иметь судимость И сейчас у него выбор между полтора-два года в интернате В закрытом интернате Или же 4 года в тюрьме И он 4 года тюрьмы выбрал Вот ему насоветовали друзья, что в тюрьме хорошо Ну в детской тюрьме может быть и хорошо Там вообще полный бесконтроль Учиться не надо, в школу ходить не надо Но зато когда через 2 года перейдут во взрослую тюрьму Там будет плохо Вот он этого не понимает Вот за эту семью надо молиться И кстати вот здесь следующие дети Вот это две его сестры Маленькие Вот четверо детей у них Вот трое видите в церкви Один так талантливо играет на трубе И он же за аппаратурой там сидит В общем и очень красиво поет Очень красиво солирует Он даже там на каких-то концертах выступал в Израиле на трубе Вот А старший сын вот так Первые 10 лет его жизни Родители были неверующими И потеряли его можно сказать Теперь очень трудно Надо много за них молиться Много поститься Чтобы этого сына спасти Так здесь дети Как видите тоже дети Много было детей в лагере И они тоже участвовали в служении Так хочу чтобы вы еще увидели Один гитарист Вот это Вениамина сын Давид Вот он будет аккомпанировать А этот брат будет солировать чуть-чуть Нужно сказать, что это Костя Вот тот самый, которого просили не спать за электроникой Он слабовато играл, но Давид его научил И вот теперь он сейчас чуть-чуть просолирует Субтитры создавал DimaTorzok Вот можно сказать, что вот эти братья Как раз с самого детства выросли Ну как сказать Каждый год были в лагерях Или почти каждый И вот пребывали и в слое Божьем И Бог дал развить вот так таланты Можно идем дальше А еще я хотел, чтобы мы чуть-чуть хор послушали Лагерный хор Видите, какой он многочисленный в кавычках Чуть-чуть побудем на собрании В лагере Вот так вечерние собрания там были каждый вечер И хор там пел Вот это Вениамина, дочка старшая Аня Петкевич Это Руф Гиденко Она из Пенсильвании Она регент Она руководила этим хором И все песни с ними раззвучивала Вот это сестра местной Регент в Тайфе Вот остальные хористы Это Лагерный хористы Вот так вечерние собрания там нола Идем дальше. А теперь насчет рабочего дня. В лагере было пять рабочих дней, полностью рабочих. Это не считая заезды, не считая поездок. Один день была поездка на Иордан, Крещение и Хайфа. И один день была поездка в Иерусалим. Это когда мы были в репосе Давида, а также на Голгофе, в Робе Господнем и на Иллионской горе. Помимо этого, основная программа лагеря – это работа, это изучение Библии. Сейчас мы пройдемся по графику. Видите, в 7 часов нужно было всем быть на утренней молитве, потом в 7.15 до 7.45 завтрак. Нужно сказать, что до утренней молитвы все должны были помолиться сами и почитать Библию. С 8.00 до 12.15 три библейских урока по 1.15, между ними 15-минутные перерывы. Потом обед, потом свободное время и спорт, потом спевка в 3 часа. И с 4.30 до 6.00 еще один библейский урок. Вот так 4 урока по 1.15, 1.30. В общем, 5 часов, даже 6 часов в среднем в день. 6 академических часов занятий. После этого ужин и собрание, а после собрания для молодежи отбой, а для семейных – семейные встречи. Когда мы общались с семьями, говорили на вопросы семейные, в основном о воспитании детей. И эти встречи затягивались до часу, может даже до двух, до полтретьего. Вот это нужно было. Ну а здесь вот сами библейские уроки. Немножечко мы пройдемся по ним. Вот здесь вы видите того, вот раб сей ничего не стоящий. Вот, как вы поняли, он там, ну, тот, кто больше всех разговаривает на уроках. Вот. А изучали мы книгу пророка Даниила. Каждый урок начинался с песни. Вот здесь мы поем на уроке. А теперь я бы хотел буквально кратко пробежаться по тому, что мы прошли. Первая глава Даниила. И вот такой обзор. Мы делали детальный обзор. Нужно сказать, что на первую главу мы потратили весь первый рабочий день и немножечко, где-то полчаса еще второго дня. То есть шесть часов, если не больше, на первую главу. Потому что мы пытались вникнуть, вошли в контекст, исторический контекст. Вот историю царей чуть-чуть бегло прошли. И чтобы разобраться с вопросом, как израильтяне или иудеи дошли до того, что вавилонский плен был неизбежным. Книга пророка Даниила начинается с того, что в третий год царствования Якима пришел на уходоносор, осадил Иерусалим. И там взял часть сосудов, взял пленников. Тогда он еще взял только несколько заложников, в числе которых оказались Даниил с друзьями, и увел их в плен. И вот мы работали над текстом. Здесь только вы видите обзор. Мы заполняли эту таблицу и много другого писали. Вот первая колонка трудностей, в которой попали люди. Это значит война, разрушение Иерусалима, и дети увидены в плен. Сила для победы в чем заключалась? Даниил с его друзьями решили не оскверняться и действовали согласно принятому решению всю жизнь. И так за всю жизнь Даниил ни разу и не осквернился. Пожалуй, это самый праведный человек Библии, один из самых праведных. И Бог дал успех. Вот это плод их верности в том, что в опыте, который они сделали, и в учебе, который они прошли, Бог дал огромный успех. Они были оценены в 10 раз выше самого умного умника, который был только на то время. И наставление нам. Не бойся трудностей, и Бог поможет. Может быть, ситуация окажется безвыходной, или другого варианта нет, как только осквернится. Есть другой вариант, его надо искать. Так, вот что здесь вы видите на тарелке? Вот это то, от чего Даниил отказался. Может быть, оно выглядит вкусно, но если оно может осквернить, если это идоложертвенное, Даниил решил, а откуда ему узнать, оскверняет оно или нет? Идоложертвенное это или нет? На самом деле, мясо точно могли приносить идолам в жертву, поэтому он решил отказаться от всего мяса. И есть только то, что точно уж не будет приноситься никаким идолам в жертву. Это овощи и вода. И Бог дал успех. Бог дал и расположение начальника, и Бог дал благословение в жизни, и в учёбе, и потом в положение. Вот вторая глава Даниила. Вот здесь вы видите, что здесь нарисовано. Помните, о чём вторая глава? Даниилу, Навуходоносору приснился сон, который он забыл. И трудность состояла в том, что всех мудрецов, включая Даниила с его друзьями, приказали убить. Это то, что мудрецы не могли вспомнить или напомнить Навуходоносору его сон и истолковать его. Но Даниил смог. А почему смог? Потому что он был верным Богу. Он не побоялся этой трудности. Он не побоялся пойти к царю и просить больше времени. И у него была команда. Вот очень важно. У него были друзья, которые вместе с ним молились. Он это всё дело открыл своим друзьям. Они вместе молились и взывали к Богу о милости. И Бог открыл эту тайну Даниилу. И там Бог открывается, как Бог открывающий тайны. Вот у каждого из нас есть что-то тайное в жизни. Что-то, что мы прячем. Лучше мы сами это откроем Богу и исповедаемся, и покаемся. Иначе Бог открывающий тайны. Он эти тайны откроет. И сделает так, чтобы оно стало известно всем. Тогда будет стыдно. Вот. И здесь мы вывели некоторые уроки. Смиряй себя и возвышай Бога. Даниил только Богу всю славу отдал. Не бойся людей. Молись целенаправленно. Спасай обречённых на смерть. Это Даниил спас всех мудрецов. Один вопрос. Почему он их спас? Не лучше ли было бы, чтобы их всех убили? Ответ. Бог дал им ещё время покаяться. Они потом, после того, как Даниил объяснил сон Навуходносора. Навуходносор сам прославил Бога. У всех этих мудрецов был шанс осознать свою беспомощность, своё неверие, своё делопоклонство и прийти к живому Богу. То есть он дал им возможность всем спастись. И он своих друзей возвысил тоже. Им тоже дали большие посты в государстве. То есть он был благословением для друзей. Так, дальше что это, как вы думаете? Огонь, точно. И вот в огне. Это третья глава Даниила. Эти трое юношей, точнее мужей, это уже мужи, Сидрах, Месах и Авдинага. И за ними четвёртый, подобен Сыну Божьему. То есть это, скорее всего, сам Иисус там был, в этой печи. И после этого сна Навуходоносор прославил Бога. И он даже похвалил этих мужей за то, что они не послушались царского повеления. Когда вы видели, чтобы начальник хвалил своих подчинённых за то, что они его не послушались. Вот здесь Бог сделал такое чудо. В этой главе основные уроки. Вынужденное или принудительное идолопоклонство. Для всех в мире, без исключения. Сегодня тоже оно есть. Сегодня то и дело, вот, например, компьютер. Дело хорошее, он много полезного делает, но в нём можно застрять. И можно стать идолопоклонником там. Так вот, сегодня вынуждают всех иметь компьютер и всех иметь интернет. Вот там уже надо строго держаться, чтобы лучше уж в огонь, чем оскверниться. Вот так держаться, вот так настроить себя. Лучше в печь, чем предать Бога или чем поклониться идолу. И Бог даёт победы. И через эту победу даже царь узнал Бога и прославил Бога. Даже император. И ещё здесь один урок. Бог не избавил этих троих мужей от печи. Бог их избавил в печи. Он позволил им дойти до самой критической точки. Они так и остались верными. И ни огонь им не повредил. И ничего больше не случилось. Даже более того, царь сам прославил Бога. Так, что это, кто знает? Это четвёртая глава Даниила. Ты сам рисовал? Нет, это не я рисовал. Это одна картина. Я не помню, кто её художник, но она известная. Это вы все поняли. Навуходоносору, значит, Бог дал время смириться. Навуходоносор был очень гордым. Он вообще считал себя Богом. И однажды, расхаживая по Вавилону, он там рассказывал, какой он могущественный. И говорил, это ли не величественный Вавилон, который я построил с силою моего могущества, в дом моего царства и славой моего величия. То есть себе приписал какие атрибуты? Царство, могущество, славу, величие. Все атрибуты, которые Богу надо, он приписал себе. И Бог ему говорит, тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. И вот так его унизил. И на семь лет, пока не понял, пока ему не дошло, что всё-таки есть над ним Всевышний. И всё-таки не он Всевышний, а есть Бог, который Всевышний. И вот уроки здесь нам. Смиряться перед Богом – это первое. Даниил, о нём все знали, что он исполнен Святого Духа. В нём Дух Святого Бога. Даниил знал волю Божью и объявил её Навуходоносору, несмотря на то, что это было страшно. Он говорит царю, твоим бы врагам царь этот сон. Навуходоносор говорит, всё равно расскажи. Тот рассказал, будет тебе такой приговор, тебя отлучат от людей, ты будешь питаться травой. Семь лет так пройдут, на тебе когти вырастут, волосы вырастут, ты будешь точно как зверь. И он был. Бог ему ещё дал 12 месяцев на то, чтобы передумать. Навуходоносор мог бы покаяться, смириться. И как бы это он показал? Искупи грехи твоей правдой и беззаконие твое, милосердием к бедным. Вот как может продлиться мир твой. Бог дал целый год на покаяние Навуходоносору. Вот. Нам уроки. Бог может долго терпеть, но если мы не смиряемся, он потом, он может сделать всё, что хочет он, Бог. Он может вот так смирить. Лучше до этого не допускать. И ещё один урок. Бог возвышает смирённых. Даниила с его друзьями Бог ещё больше возвысил. Так, и вот что здесь? Вспомните пятую главу Даниила. Точно, там рука на стене. Вот где-то там должна быть рука на стене. Вот. Это здесь пир царя Валтасара. Огромный пир. Там пьянствовали. В это время весь город был в осаде. В это время медяне и персы обступили город. И целые полгода они только копали каналы, чтобы отвезти речку от города. И чтобы уже не по реке, а по пустому, по сухому месту пройти прямо в город без всякого сопротивления. И Вавилон был взят без боя. Без единого выстрела, как говорится. Вавилон совершенно неприступный. Мы там говорили, что стена вокруг Вавилона могла быть 110 метров в высоту и 28 метров в ширину. Это внешняя стена. Потом был водяной ров шириной 9 метров. А потом была внутренняя стена. На этих стенах было 350 башень смотровых. То есть город был настолько защищен, что вот когда обступили медяне и персы этот город, Валтасар пьянствовал и всем раздал, и весь город споил. Они так праздновали, они так были уверены, что никто их никогда не возьмет. Запасов провизии там было еще лет на 20. Взяли их за одну ночь. И в ту же ночь убили Валтасара. Вот он знал. Ему Бог не дал времени, какое дал науходоносору. Почему? Он знал всю историю. Он знал историю своего отца, но не извлек уроков. Отсюда нам урок. Знаешь историю, извлекай из нее уроки. Кто-то уже, может, набил на этом шишке, тебе не обязательно. Тебе лучше поузнавать. Как еще говорит Бог, расспросите о путях древних. Найдите путь добрый, идите по нему. Не пробуйте сами, а лучше расспросите. История есть. И последняя глава, которую мы успели пройти. Вы все поняли, что здесь Даниил во львином рву. И вот здесь ангел защищает Даниила. Из этой главы мы больше всего взяли уроков тут. Коротко о главном. Испытание тяжелое постигло Даниила, несмотря на то, что он был беспорочным. Враги пытались его как-то подыскаться, чтобы его ликвидировать, скажем так. Не нашли ни одной погрешности в нем. Как не пытались придраться? За ним подсматривали. И все, что когда подсматривали, увидели, это то, что он молится. Вот вопрос, когда за мной подсматривают, что могут увидеть? Или если за мной будут подсматривать, что они увидят, когда я у себя в комнате? У Даниила в комнате были открыты окна. Он даже не завесил их шторками. Он не перестал молиться на коленях. Вот он абсолютно ни на какой компромисс не пошел. И Бог дал колоссальный успех. И опять-таки, Бог его спас не от рва львиного, а где? Во рву львина. Его бросили в этот ров. Бог тогда послал ангела. И львы ничего ему не сделали. А потом те враги, которые пытались его устранить, сами были устранены в этот самый ров. И после лагеря, видите, как мы очень быстро идем, потому что у нас еще собрание впереди. После лагеря я попросил всех написать отзывы. Вот здесь вы видите первые четыре вопроса по желанию, а на вторые четыре обязательно, чтобы все ответили. Как пребывание в лагере повлияло на вас? Что вам больше всего запомнилось? Что было самым лучшим или не самым лучшим? И что необходимо изменить, исправить? Вот здесь... Раньше мы тоже просили писать такие отзывы, но писали два слова. Было все хорошо. Спасибо. А теперь я попросил хотя бы полстраницы на каждый вопрос. Сделать так, чтобы было интересно. И не знаю, может быть, у меня отзывов тут целая тетрадь. Может быть, другой раз когда-нибудь ими поделимся, если надо будет. Но скажу, вот один отзыв одного брата. Пребывание в лагере, значит, побудило к освящению. Захотелось жить искренно, как Даниил. Еще больше ощутил в сердце потребность приближаться к Богу посредством постоянной молитвенной жизни, чистого и непорочного поведения среди людей, детского упования и проявления верности Богу. Очень хочется теперь еще целенаправленнее служить Богу. В очередной раз убедился, что Слово Божие может интересно разбираться. Хочется передать другим то, что изучил сам. Что больше всего запомнилось? Очень интересные уроки и примеры. Замечательные выводы, которые не могут оставить человека равнодушным. Очень все четко и понятно. Все уроки побуждали принимать какое-то решение. Это один отзыв одного брата. И он же написал, что необходимо исправить. Это он написал. Мы каждый лагерь говорили, что, может быть, это уже последний раз. И вот он там написал, что не вздумайте передавать это никому другим, не получится. Ну, там так, вот, немножечко елеем полил. И теперь, ну, может быть, основные отзывы вот такие вот были. Уроки это и общение. Людям очень нравилось общение. Вот то, чего у нас здесь может быть в избытке, им это общение было, ну, как действительно побыть на фаворе. Вот они побыли 9 дней в этом общении только среди верующих и только в Слове Божьем. Бог все благословил. Было просто прекрасно. Были замечательные отзывы. Семейные. Очень рады были. Кстати, это я настоял, как бы сказать, я уже говорил, чтобы были и семьи в этом лагере. И скажу вам, что так было в этом году, что я почти уверен был, что не поеду в этот лагерь. И мы уже с семьей решили ехать здесь в юрты, в кэмп. Уже место заказали и деньги внесли, потому что я был уверен, что, ну, как мы делали, всегда был лагерь для молодежи, и вот опять те же самые соберутся, мы просто проведем с ними время. Прекрасно, да, в изучении Библии это здорово, но поскольку оно обходится-то очень дорого, я как бы думал, вложение сильно большое, учитывая то, какой возврат. Реализации было мало того, что они получали. Они мало реализовали это. Но вот что произошло теперь? Я был... Еще начальница на работе сказала, что, значит, на июль отпуск вряд ли кто-то получит. Сильно много запросов, поэтому на июль отпуска почти не просить. И я был уверен, значит, что отпуска не будет, и поэтому так скромно написал, ну, если вдруг там можно, я не претендую, но если можно, то мне на две недели надо в Израиль. Она тут же меня вызывает, открыла свой календарь, так, можно, все, даю отпуск. И вот это да. Значит, Бог хочет, чтобы я поехал. Хорошо, будем дальше. Я решил, что денег нет на билеты. Материально трудно. Если Бог даст денег на билеты, значит, едем. И в этом году, как никогда, Бог помог с финансами. Вот наша церковь поучаствовала, вы знаете, за что благодарность всей церкви. Одна треть билета, значит, была оплачена за счет церкви. Это билет мой стоил 1600 долларов. 533 доллара было с церкви выделено. Родственники собрали 800 долларов. И еще друзья некоторые подходили лично и давали, и жертвовали. Вот за что огромнейшая благодарность всем. Билет мой полностью был окуплен. Вот, Бог такую милость дал. Скажу вам еще. Как никогда в этом лагере я чувствовал, уже можно свет включить, я чувствовал молитвенную поддержку. Как никогда. Было легко. Было очень легко. Я бы сказал, ну как, работа-то трудная, она всегда, нужно напрягаться. Ну вот, ложились мы всегда поздно. Пару раз я лег в полтретьего. Вставать всегда нужно было в шесть или раньше. Целый день нужно было работать, преподавать. Моя основная задача была преподавать все билетские уроки, или почти все. Вот. Но я удивляюсь, насколько было легко. Знаете, что я почувствовал? А, наверное, вот то, что друзья и родственники, братья и сестры, вот жертвовали лично средства, это же вас и побудило молиться усерднее, потому что вы чувствовали свое вложение в этот труд. И я чувствовал эти молитвы. Они были действенными. Бог благословил. Вот. Лагерь прошел, ну скажем так, на одном дыхании, и люди были в очень большом восторге и наполнены. И вот, правда, чувствовалось, что поднялись на высоту, вот, прибыли в Слое Божьем, что, ну, как, максимально постарались так, что, да, мы работали с Библией все, вот, шесть часов в день мы работали с Библией. Кроме того, каждый день вечернее собрание. Там молодые братья проповедовали, там же братья пробовали проводить собрание. Люди пробовали там петь, играть, кто что мог. Хор разучивал песни, пел. Кто что мог, делал. Чувствовалось огромное вдохновение. Дети стали подключаться. Дети трудятся тоже. После лагеря были даже такие отзывы, как не допускайте даже мысли, что больше не приезжают в Израиль. Вот, надо им оно, надо. И более того, я еще раз скажу, семьи. Вот почему я решил ехать, потому что в лагере решили, что будут семьи, семейные пары верующие. И поэтому я решил, стоит поехать. Потому что тот материал, который мы проходим, и вообще те навыки, которые мы вырабатываем, они не только нужны молодежи и детям. Они нужны взрослым, родителям они нужны еще больше. Особенно отцам. И там у нас было, кроме этих занятий, и семейные общения, где мы говорили об ответственности родителей, об ответственности отцов, о Слове Божьем, в котором надо пребывать, и о постах, о молитвах, о молитвенной жизни. Касались вопросов трудных, вот с детьми трудных вопросов. Некоторые отзывы, что больше всего понравились эти вот как раз семейные общения, которые были ночью. Там люди больше всего подчеркнули или узнали ответ на свои вопросы. Бог благословил. Бог благословил очень. Сердечная еще раз благодарность всем вам. Благодарность Богу за то, что позволил иметь этот лагерь. Теперь я не знаю, говорит ли, что может быть на следующий раз уже не поедем, или уже не надо. Как Бог усмотрит. Но как бы вот после лагеря, уже мы здесь вернулись, вернувшись в Америку, мы разговаривали еще раз с Вениамином, примерно час говорили по телефону. Вот у него такое настроение, что теперь бросать ни в коем случае нельзя. То есть взялись уже, как бы новый фронт работы открылся. Вот эти семьи. Следующий лагерь набираем. И, кстати, я был еще потом в церкви в Ашкелоне, город, где, вот, Аскалон по-библейски. Вот я там тоже объявил, чтобы в следующий раз, если Бог позволит, чтобы были не только молодежные, все семейные, если Бог даст. Потому что изучать Библию, это всем нужно как воздух. Эти навыки и, скажем, и вообще это время. Вот, благодарность Богу за то, что Он это позволил провести. Сейчас мы с вами будем молиться. Давайте сейчас помолимся об Израиле, о том, чтобы... Кстати, еще один момент. Было очень спокойно в Израиле. Никто не обстреливал ни терактов. И более того, экономический кризис, который захлестнул весь мир, я в Израиле слышал только одну характеристику этого кризиса. Израиля он не коснулся. Там работа есть. Кто хочет, находит работу. И работы много. Люди работают, живут. Более того, когда цены на недвижимость во всем мире падали, там они росли. Вот, евреи так умудрились. Как вы видите, похоже, что свой народ Бог благословляет. И возможно, что внимание на Израиль все больше переносится. И для язычников дверь потихонечку закрывается, для Израиля открывается. Вот так. Давайте будем молиться о том, чтобы Бог дал пробуждение в Израиле, чтобы благословил те церкви. Они все еще там маленькие, они слабые. Служители там просто выбиваются из сил. Там не хватает сил на душуопечения, на работу с людьми. Там очень много проблем в семьях. Там социальные службы не такие мягкие, как здесь. Там ребенка заберут намного быстрее. И намного труднее будет получить его обратно. И вот в Хайской церкви тоже есть эти проблемы в семьях, где дети забраны. Это огромные проблемы. Надо за них молиться, за них надо стоять в проломе. Давайте вот сейчас помолимся за Израиль, за всех верующих там, чтобы Бог дал им сил и благословил их. Аминь. Господь и Бог наш, Отец наш Небесный, мы во имя Иисуса Христа молимся Тебе. Сердечно благодарим Тебя за то, что Ты нас безмерно любишь. Ты нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. И Ты в этом доказал нам Свою любовь, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы Тебя не знали. Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты нас сделал своими детьми. Ты своей кровью нас искупил, Ты нас очистил и рассветил, Ты сделал нас своими детьми, частью себя. Благодарим Тебя за то, что Ты так высоко нас поднял. Господи, помоги же нам служить Тебе, не покладая рук. Помоги нам всю свою жизнь, все свои силы и способности посвятить на служение Тебе, на то, чтобы прославлять Твое имя, проповедовать Твое имя среди людей, и чтобы люди приходили к Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты позволил нам в этом году совершить служение в Израиле, провести лагерь по изучению Библии. Благодарю Тебя за каждого человека, который посетил этот лагерь, за то, что мы могли там свободно собираться, изучать Библию, вникать и иметь на это много времени. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам такую возможность. Ты послал и финансы, Ты послал время, Ты послал силы и здоровье. Ты всех так чудно благословил, Господь. Благодарю Тебя за расположение всех друзей, всех родственников, братьев и сестер, которые подвязались в этом деле, которые жертвовали. За все молитвы благодарю Тебя. За то, что Ты так благословил, Ты буквально на руках пронес и поднял нас на эту гору для нас недосягаемую. Благодарю Тебя за это, Господи. Благодарю Тебя и за пример Даниила, и за его стойкость, и за то, что он образец для нас, это образ для нас. Господи, помоги нам быть такими, принять решение, быть верными Тебе и остаться верными этому решению, и никогда не оскверняться, остаться святыми во всех условиях и выполнить служение, которое Ты нам поручил. Многоствуй сейчас в нашей собрании, действуй Духом Святым, открывай нам Твое Слово и наполняй и назидай нас. Вами Иисуса молимся Тебе. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты – новорода вечного життя, и ты – цель всего мого бытя. Иисус, надежь мит, сния керми, Иисус, кинцева пристань моих мринь. Иисус, ты – башта в дни моих тревог, Ты – мій добрий Батько и мій Бог. Иисус, Иисус, имя небесне и святе. Иисус, Иисус, имя всім львне и просте, Ти – наша радость, Ти – наш спокойствие. Життя моє завжди в руці Твої. Иисус, счастлива доля на землі, Иисус, ти – черело в сухій рілі. Ти наповняєш все собою сам, Від всіх недух цілющий Ти – пальза. Иисус, тебе одного я прошу, До Тебе лишь одного я спішу. Я вірю, прийде той щасливий день, День вічного блаженства і пісень. Иисус, Иисус, имя небесне и святе, Иисус, Иисус, имя всім львне и просте, Ти – наша радость, Ти – наш спокойствие. Життя моє завжди в руці Твої. Життя моє завжди в руці Твої. Життя моє завжди в руці Твої. Иисус, Иисус, имя небесне и святе, Иисус, Иисус, имя всім львне и просте, Ти – наша радость, Ти – наш спокойствие. Життя моє завжди в руці Твої. Ти – наша радость, Ти – наш спокойствие. Життя моє завжди в руці Твої. Иисус, Иисус, имя всім львне и просте, Ти – наша радость, Твої. Ти – наша радость, Твої. Ти – наша радость, Твої. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присядь. Я прочитаю место, записанное 21-й псалом. Это псалом Давида, и этот псалом, он пророческий, который говорит о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Давид жил за тысячу лет до Рождества Христова, и он написал так, 21-й псалом, мы читаем с 12-го стиха. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близко, а помощником нет. Он прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к перце смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Вот такие слова оставлены нам на Священном Писании через Давида, псаломопевца, пророка, который говорит нам о том, что Иисуса Христа распнут, что пронзят Его руки и ноги, что пронзят Ем ребро, и Он истечет и вода, и кровь. И это все описано здесь, и об одежде Его, которую мы читаем в Новом Завете, бросали жребий, кому достанется, это сделали воины. И это все сказано, пророческое слово, об Иисусе Христе за тысячу лет до Его Рождества. И самый основной стих, который хотелось мне отметить здесь, и себе на память, и вам, двадцатый стих, «Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне». Каждому из нас, ибо у Господа сила, и Он дает эту силу, кто уповает на Него. Мы прослышали сегодня за величайшего пророка Ветхого Завета Даниила, который не согрешил ни в чем, и который назван в числе троих, которые бы за свою праведность получили спасение. И здесь мы видим за Его верность Богу, и сила откуда у Него была, потому что Он пожелал не оскверняться никакими явствами, но пожелал служить только Богу, даже если это и будет смерть. И Его друзья также, и мы видим, как возлечил их Господь. Так и здесь Давид говорит, «Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, чтобы Господь поспешил нам, когда мы будем уповать на Него, доверяться Ему и верить, что Он наша сила, Он наша помощь, Он наша защита, потому что Он Бог всемогущий. И Тот, Который силен помочь, Он может помочь, когда мы взываем к Нему с верою немало, не сомневаясь». И сейчас я прочитаю, как обычно мы читаем первое послание Коринфянам, 23 стиха 11 главы. Мы встанем все. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, Которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите сие с тела мое, за вас ломимое сие творите в мое воспоминание». Будем молиться над хлебом. Боже Вечный, мы благодарны Тебе, что Ты послал в этот мир Своего Сына Единородного, который пришел в этот мир для того, чтобы совершить дело спасения нашего. Ты пострадал за грехи наши, Ты мучен за беззаконие наши, и ранами Твоими мы исцелены. И вот это ломимое тело за нас, слава Тебе. Но в Тебе сила, и эта сила от Тебя, потому что Ты даешь рабам Своим, которые подчиняются полностью Тебе. Благослови тех, которые еще не участвовали, чтобы они также могли прикоснуться к ломимому телу Твоему и присоединиться к Тебе, иметь причастие с Тобою. Во имя Иисуса Христа мы просим, Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь». Все, кто будет участвовать, стойте, а те, кто не участвовал, вы стойте, а те садитесь. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Аминь. 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 Звучит песня. 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 Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала, о том помышляйте. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Поэтому будем помню. Звучит песня. Аминь. Звучит песня. Звучит песня. Благодарю. Благодарю тебя за рамы. Благодарю тебя, что ты совершил. Звучит песня. 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 Аминь. Память небо. ПЕСНЯ 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 Да, я понял. Как у вас. Да, пожалуйста. Мы еще молились за одну дочку. Марочкина. Отказали. Она хотела приехать в гости, но очередной отказ. Ну что ж, давайте мы поблагодарим за переданные приветы. Так, минуточку еще. Пожалуйста, погромче, Павел. Спасибо. Мы за переданные приветы поблагодарим, сердечно благодарим. И просим тех, кто будет куда-то отъезжать, писать или звонить, передавайте от нашей церкви сердечный христианский привет. Просим. Помолимся в заключении. Господь, мы от всего сердца благодарим Тебя, что Ты благословил это служение. И мы могли услышать эту информацию о поездке брата Виктора. Мы могли вновь размышлять над Словом Твоим, святым, иметь назидание, иметь возможность поучаствовать в вечере Твоей. Слава Тебе, Иисус! Любящий пастырь, помоги, чтобы мы направляли свою жизнь так, как это делал Даниил. Помоги, чтобы мы могли хранить себя в чистоте и святости. Будь милостив к нам и не оставляй нас. Господь, благодарим Тебя за брата Павла, за его семью, что они могли побыть здесь в гостях. И Ты видишь, что они сейчас отправляются туда, домой к себе, на Гавайи. Господь, храни тоже их в перелете и благослови там их, на месте их проживания. Благослови церковь, которая там есть, да будет Твоя милость над ними. Господи, мы молим, чтобы Ты благословил и вечернее молодежное общение. Сейчас распусти нас с Твоим божественным миром и благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим!